Это борщская студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Макту Сальфудин и моя программа «Завтрак на позитиве» со мной Татьяны Салмановны Макту Сальфудин Гречневую кашку на завтрак я уже сварила Вот такие вот два видео приготовила Наталья Борисовна Правдиной Так что вот, сейчас буду завтракать Ох, ну да, такой завтрак, как в Париже Сначала гречневую кашку, а потом сделаю себе блинчики с добавлением немножко тоже гречневой каши, такие блинчики Крупу я покупала эту гречневая ядрица, да, как она называется правильно Ну, в общем, гречка, гречка в магазинчике «Семишагов» Вот такие вот слова Ну и «Как стать богатым» «Как стать богатым» «Пять секретов финансового изобилия мышления миллионера» С Натальей Борисовной Правдиной И сегодня я хочу в сжатом виде рассказать вам очень интересную тему, которую я обозначила так «Формула богатства номер один» Это будет очень интересная тема, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца Ну, а те, кто сегодня впервые на моем канале, прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, потому что я на комментарии обязательно отвечаю Итак, друзья, мы с вами очень часто говорим о финансовой независимости, о подгаске, о недобилии, о вызовеемостреянных глаз и так далее Возможно, всегда финансового независимости Но, как мне кажется, большинство людей все-таки в этом самом деле осознают самую главную тайну, самую главную формулу богатства Богатство не случается одномоментно, оно не происходит Сейчас заварю себе чай, положу кашку Заварю чай, короны Российской империи Так что вот, сейчас видео поставлю туда А я сказал, что одномоментно человек сдам богатства, это, если правильно, это абсолютно наиболее подход Это первая номерство Ставая, что важно И если... Вы зарабатываете деньги, деньги, деньги Мы были там всякие, что это стало для меня, чтобы ежать Ах, такое солнце! Оттуда никак не получается. Призотуда можно поставить видеосъемочку? Ох, сегодня такая солнечная погода. Такое солнце! Вот, что, когда будет следующая заплата, объявленная, это самое большое количество. Я думаю, что, с полустынного из-за меня, это наиболее, было бы не, как будет красиво или дальше так Чай, корона Российской империи. Чайничек я уже вскипятила. Чайничек я уже вскипятила. Чайничек я уже вскипятила. Чайничек я уже вскипятила. Кашка с подсолнечным маслом. Чай заваривается. Это видео я уже прослушала. Пока готовила для себя такой завтрак в Париже. Чай. Корона Российской империи. Гречневая кашка. Сейчас я вам еще покажу. О, на этом на солнышке или как? Потому что здесь кашка. Гречневая кашка. А. Ну что, чаек уже заварился, видео я уже это прослушала. О, это был горяченький, горячий вечерек, какое солнце, какое солнце в Петербурге. Надо поставить видеосъемочку, чтобы не очень падал тень. Ну да, солнышко, солнышко, свечи, солнышко. На тему, наверное, самую важную, на тему, где брать радость жизни. Вообще, как они вернутся радость жизни? Спасибо, мои хорошие, собираетесь, пожалуйста, спасибо за приведу в Санкт-Петербурге, вам приведу из Сустры. Очень хорошая тема. Где брать радость жизни? Шикарная. Совершенно шикарная. Обратили внимание, у меня не было полтора месяца в интернете, так что я выключилась, стала смотреть, но не сразу же посмотрела я, так скажем, просматриваю почти все видеоролики на Ютубе Натальи Борисовны Правдиной. Я была так вообще приятна не видевлена, как она выглядит, новая прическа, она же как-то изменилась, она как-то стала сиять, я бы сказала, по сравнению с этим видео, она прям помолодела. Такой у меня, в общем, такой сияющий образ у меня встал, такая, просто сиять. Просто сияет молодостью. И сегодня как раз такая вот эта тема, как нам вернуть радость жизни. Всем привет, спасибо огромное, что меня приветствуют и очень-очень рада. Спасибо вам и в Молдавии, и в Португалии. Здравствуйте, мои хорошие. Всем большой-большой привет. Я приветствую и в Инстаграм-канале, и в моем личном канале я со всеми, со всеми общались. Ну, конечно, Казахстан, салам алейкум, салам алейкум, и Астана, и Казахстан, здравствуйте, мои хорошие. И так как же нам вернуть радость жизни? Вы знаете, зачастую в нашей повседневной жизни, в этой вечной семье, особенно жители больших городов, которые хорошо понимают, что происходит. Наши дети постоянно повторяются, да? То есть дом, работа, работа. В общем, на самом деле, конечно, такой познаватый завтрак, сколько показывает у меня, 14 часов в 43 минуты, показывает мой телефон. Так что вот такие дела. Сегодня у нас 9 число, 9 декабря 2021 год, он такой познаватый. Познаватый завтрак, как в Парижах, познаватый. Ну, сейчас плавно вот этим саламам не перейдет. Подумаю, что, конечно, с утра лучше кашку. Ну, с утра он как бы, с утра. Ну, в смысле, на завтрак. Кашку, потом блинчики. Блинчики положу немножко, немножко греч, гречной кашки в эти блинчики. Так что вот я вообще такие лепешечки делаю. Мой такой, знаете, в ресторанах, как это бьют, такие вообще, знаете, делаю такие лепешечки, а там мука, мука, вода, немножко сольки и различные добавки, там, овощные, там. Ну, или вареная морковка, вареная морковка, там, вареный картофель или, в общем, капуста. Ну, что, про радость жизни? Какие-то, какие-то острые ощущения. Получается, остыкал еще. Он же, что для мудреца не нужны никакие развлечения, не нужны никакие аттракционы, да? Потому что мудрец это чёрпает вот эту радость жизни в самом себе. Кладные развлечения. Вот здесь бесконечные шоперки, да? Упорядление алкоголя, никотина, еще больше никотина, еще больше алкоголя. Смотрите, как мудрец черпает радость жизни в самом себе. Для слова Оша, она сказала, мудрец черпает радость жизни в самом себе. Ну, да, генерирует радость жизни. Встает с утром и говорит, я выбираю счастье, как в этой притче. Я вот встаю и я выбираю счастье сегодня. Так что вот, счастье для себя, процветание. Да. А вообще сейчас будем с вами изучать, как я и обещала, книжку Натальи Борисовны Правдиной, «Богатство в моих руках». Прочитаю вам отрывки и вот книги «Богатство в моих руках». Конечно, я приготовила для видеосъемки, поставила, чтобы себя показать. А вообще, я бы обратили внимание, я бы так посматривала уже давно-давно-давно, но стол, стол помыла, тарелочку помыла, зубочку-ложечку, понимаете, кастрюльку, кашку приготовила, зубы почистила, ванная помыла еще. Поскольку там все в восемь утра. И приготовила пейзаж. Пейзаж красивый для видеосъемочки, чтобы читать книгу, или чтобы на компьютер была направлена на видеокамера. Как режиссер-постановщик, ах, да, такой арм-дизайнер. Я сделала такой быстрый дизайнер, быстро, быстрый дизайнер, красоту навела. Побольше красоты. Сейчас я вам покажу. Пойдем будем на меня. Вот, все-таки кушаю. Я вам покажу. Продолжение следует... 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 как же он напишет зато эксклюзив я надеюсь тут волшебный компьютер записывает это моё видео это волшебство верю кук а это волшебство где мы даже не знаю остается как-то надо подумать в общем надо подумать даже чтобы и здесь как-то вот это я предложила как там вашего брата там прописать вас здесь прописать просто понимаете у меня интерес прописать вашего брата там уж я чем еще на том видео говорила я хочу чтобы нет три года не было приезжает бывает с документом потом пошел посмотрел замочек букву поменял и вам звонила там порядок он был отдал порядок вы поняли да вот это мои такие вот какие-то интересы что там был бы и присмотр на моей половине дома участка вот это вот потому что как владелец собственности владелец собственность ответственный он должен ездить смотреть все ли там с окнами в порядке то что дом такой два этажа на окна на первом этаже на втором этаже вы поняли да то есть должен быть порядок понимаете собственность должен быть порядок так что вот это если он будет порядок то есть должен быть порядок вот вот так вот вот а вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Когда вы едете в шикарнейший дом Это половина вашей собственности Этот дом на 50-50 Мороуд Бунтут, Коннектику Там старинные мебеля Огромнейший дом, 15 или больше Комна, шикарная мебель Кошки Шикарная территория Книжку пишу, книжки закупаю И вообще мне казалось Что в жизни она вообще просто удалась Я уже почти буду Скоро этим Тони Робинсом Понимаете? Это было от полета счастья От полета счастья А когда я сейчас думаю Вот я картину продала Георгина Не хотела Это моя любимая картина Цветочек Не хотела продавать Вот к интернету Картину продала К интернету подключилась 750 рублей Понимаете? Штраф Мне вот штраф Мне нужно паспорт менять Полторы тысячи рублей Это что значит Скупку нести, продавать А мне все нужное Мне все нужные У меня вещи Это я собственник квартиры Это все мои вещи Ну вот здесь по мелочам То, что там еще что-то нельзя И там по мелочам Что-то такое Так что вот Дима, понимаете, да? Вот, чтобы паспорт сделать Нужно заплатить штраф Полторы тысячи рублей Это значит, что-то надо продать У меня практически все нужное У меня в квартире Я же коллекционирую эти вещи Мобеля, стулья, картины Предметы быта А, вот что Скупку Я их и не нашла Знаете, вот что-то из одежды Из одежды могу продать Кое-что из одежды Есть у меня такое То, что могу продать Из одежды Значит, теперь кое-что из одежды Продавать, занять Сейчас у меня он в 15 на улице Понимаете? У меня руки так замерзгают Два дня лечу руки У меня в этих перчатках я прошла Понимаете? Вот это вот Прошлась до скупки А скупка в том доме в следующем Вот, потом я оттуда К Пятиозерам Вообще шикарная была погода Все было шикарное Была очень тепло одета Перчатки Двойная такая штучка Еще такие вот это Ну, руки у меня так очень замерзли Ну, уже знаете, муста нужна Руки замерзли Потом на следующий день Потрескались пальцы Такая боль вообще была Ну, это я с этим сама Что мы будем сейчас Подробности рассказывать Уже второй день Лечу руки Вы поняли, да? За потрескались Я помню, как с собаками Там зимой Он говорит, вот покормить собак Когда-то минут 10 Там, ты сказал, кормить собаками Воды налить Это тоже в перчатках У меня там такие вообще рукавицы И все такое Вот это вот специально Знаете, такое, ну, теплое Вот это, пока собакам Там воды нальешь Потом их там Вот это изгороди Вот это покормишь Выдешь на мороз А вот будешь там даже сдевать И вот, я не знаю У меня руки такие очень нежные Они приспас... Они, знаете, у меня Такой организм Для, как вот в этом Как там Как ее там Ирена Ирена Адлер Это такая Она встала Она музицирует Она актриса Она такая вот Проснулась поздно Она так пеньюар Потом она делает к завтраку У нее шикарный дом Много комнат Много этажей Она уже пришла к завтраку А прислуга ей уже все подает Этот завтрак Потом после завтрака Она будет, может быть, стихи читать Или книжку Потом она поедет на прогулку На этих шикарных вот этих Ну, это такие старинные времена В экипаже Оденется как вообще на свадьбу Понимаете? Это она оденется Как на лучшее свое выступление Актриса В шляпе В этом пальто Все такое За миллиарды И она поедет гулять В парк Потом она приедет К ужину Вы поняли, да? Михаил Маратович И она к ужину приедет Отдохнет От прогулки Помузицирует Вот это вот Помузицирует И уже ей шикарный стол Там накроет прислуга Первое, второе, третье Чтобы мадам желаете На один ужина Вот это вот Так что вот И вечером Может быть у нее будет Какой-то ее друг приедет Или я не знаю Что он там есть Что он там делает Или она будет отдыхать Потом она будет отдыхать Потом она будет Какую-нибудь роль Репетировать Если там театрально Она будет Какой-нибудь текст читать Ну да К этой роли Я там Текст не подзабыла Мне там Скоро вот это надо Что нужно такое сделать Ох да Ох Я очень устала Все нужно уже спать Нужно уже спать И в таких домах Обычно Как в пятизвездочных отелях Вы не представляете Я сама нам все расскажет Я сама она все знает Знаете В этих Как там Президентских апартаментах Там даже К этому Во второй половине дня Вам это Открывают В этих виллах Вилла Вот эта вот Вилла на Бали Там уже застилают Мало того Что все это уберут Днем Везет номер Все эту виллу А еще к вечеру В этих шикарных Где там еще какие-то Панинсула Вот это там Вот это Фусизн Они к вечеру Во второй половине дня Вам даже Застелят эту кровать И приоткроют ее Чтобы вы там Вам не надо было Это одеяло откидывать И шоколадку положат А еще самое интересное Надо как-то Красиво сделать Иначе у меня тут Свет как-то Вот это Падает Сейчас я им все объясню Сейчас я вам все объясню Зачем Салмана все знать Что я вам Зачем Салмана знать Все нюансы Шикарной жизни Вот Так вот На чем я остановилась Во второй половине дня Они это Все так застилят красиво И чтобы вам не надо было Открывать самой Вот этот вот Откидывать это одеяло Они даже вам Откинут одеяло Положат шоколадку Цветочек Какой-нибудь презент И еще очень красиво Выложат полотенце Какой-нибудь такой Штучкой Чтобы вы пришли Приняли легкий душ И вам не надо было Тратить свои силы На откидывание этого одеяла Оно уже откинуто Так что вот Ну да Потом еще заказать Бутылочку Самого дорогого шампанского Съесть эту шоколадку И короче Вот это вот Заняться Этой любовью Ну это я так Так что вот Это не просто Там что-то Ну это в этих В этих Ну Татьяна Салмана Кмешку пошутила В президентских апартаментах Татьяна Салмана Никогда не жила Только по интернету Вот засматриваю Вот это вот А вот эти вот Вилла Говорю что Ну немножко тянет На президентские апартаменты Вот это вилла На Бали Фост Сизон Потом Из этих Что там Пятизвездок Мы спали Когда вот это были Там все были Гольф Клаб Вот этот Гольф Клаб Еще эти шикарнейшие Отели были Вот И потом Вот эта Панинсула Хотя эта Панинсула С их вот это Андеграунд Мне не очень понравилось Я не знаю Как говорится Я бы не сказала Что это Пять звезд Или как-то Ну в общем Что-то там не то Поэтому Артистические руки Играть На фортепиано Одевать шикарные Знаете Вот эти наряды Вот это А не ходить В минус 18 градусов Такие вот эти Расстояния Или муфточка нужна Очень такая Очень Потому что У меня так Задубели руки А потом Какие больные Мне что-то не прошли пальцы Это просто Вот это Офигеть сразу А что думаете Я бы это Пехала пешком Я бы на Хаммере Доехала Вообще Вообще Если бы у меня был Хаммер Миллионы Зачем бы я вообще Пошла в скупку Я вообще Не пошла туда А вот это А вот вообще Вот это Бали Вот это Это ванны Шикарные Знаете Лепестками Они могут Лепестками роз Заказать Это ванны С лепестками роз Ну да У нас Если честно У меня была В этом Свадебном путешествии Мы были там С моим мужем Перимакс Лонданский К сожалению Оно По романтику По романтику Не очень удалось Короче Вот это вот По поводу романтика Михаил Маратович Там оно Не очень удалось Так что вот Я не знаю Я вам советую Не пить Знаете У них свежевыжатые соки Я там заказала Я думаю Ну ананасовый сок Бокал Вот такой Ананасовый сок Мне принесли Наверное Грамм 200 300 Сока Они целый ананас Туда Выжили Так что вот Я же не знала Что они Это понимаете Это же Дбали Это опять Это же тебе Не концентрат Они же тебе Не фуфло Туда налили Они выжили Целый ананас И принесли Мне Откуда же я знала Обычно Нужно как Нужно Все с умом Это искусство жизни О чем мы с вами Это о чем программа Об искусстве жизни Что не надо Хлебнуть Вот это 300 грамм Ананасового сока И лучше бы Татьяна Салманна Вы бы Выпили бутылку вина Чем хлебнули 300 Вот этого сока Это о чем Об искусстве жизни Татьяна Салманна Учитесь Так что вот А как хлебнете Этого ананасового сока Нет Это если вы Если вы Испанцы Постоянно Жгучая Там такое Едите Ядреная Знаете Есть такие Испанцы Или какая-то Там Вот это Вот какая-то Они все Такое Перченое Ядреное У них Наверное Желудки Такие Совершенно Понимаете Железные Так что вот Если у вас Не железный Желудок Вы как целый Ананас Вот этого сока Может быть Два ананаса Как выпили Так что вот Желудок Вообще Не понял Короче Ну это Не к еде Будет сказано Вы поняли Да Так что Лучше Надо было Бутылку вина Выпить Это было бы Намного лучше Откуда же я знал Я думаю Сейчас соков Попью Надо было С умом Подходить Понимаете Как говорят Учиться надо Надо было сказать 30-20% Ананасового Сока 20% Апельсинового Потом Чего бы Там Какая-нибудь Маракуйя У них же там Всякие Вот эти Еще фрукты Немножко Банан Хотели бы Они все это Смешали И в общем Надо было Говорить Несите по 50 грамм Разных соков С умом Надо было Подходить А потом Мне Перри Тоже Говорит Что Антибиотики Терь принимать Надо Короче Чтоб Желудок Восстановился Я говорю Я антибиотики Вообще Не принимаю Я вообще Антибиотики Не ем Я думаю Я Сколько там 13 лет На сеансы Коновалова Хожу Так лечусь Зачем я буду Зачем я буду Антибиотики Зачем я буду Желудок Портить Мало того Что сока Хлебну Теперь антибиотиками Буду Желудок Портить А кто Подскажет Никто Не подсказал Ну в общем Да Поэтому Если хлебнете сок Вам будет там Не до ванны Не до вот этого Бассейна Поэтому Наталья Борисовна Правдиной Говорит Что главное Здесь еще Первое Это здоровье Здоровье Так что Вот Лучше Вскочить с утра Проснулся И километраж 5 километров Вот это здоровье 5 километров Пожари конечно Смотри конечно Какой у вас возраст Ты вообще привыкешь Или вы к 5 километрам А то может быть Знаете Кто-то с непривычки Знаете Рванет 5 километров Тоже Это не рекомендация Это просто Заниматься нужно Различными видами В общем спорта Хотя знаете Там были ходьбой Хотя там надо было На какой-то спа На какой-нибудь Расслабляющей массаже Пойти Там надо было С собой заняться Эти процедуры Эти массажи Эти спа В общем Привыкнуть К этому шикардозу Вот это вот Так что вот Я так думаю Это чем отличаются Наши миллионеры От потомственных Вообще Заграничных Из человека Уже потомственный Как скажем Аристократ Он это всякие Такие нюансы Знает с детства Так что вот А если приходилось Выживать Бедно жить Понимаете Там это Покушать Где-нибудь Шикарно На халяву Сэкономить Это другой Менталитет И чтобы стать Подтянуть Себя до этих Аристократов Поэтому я так думаю Что такие Вот как правило Они не общаются Они прекрасно понимают Так что вот Они предпочитают Общаться с такими же Как они Которые выросли На золоте На этих На золоте Понимаете В шикарных условиях Которые были окружены Вот таким вот Богатством Вниманием Так что вот Поэтому говорят Даже если у вас Миллиарды Это не значит Что с вами будут Общаться Вот эти Коронованные Особо Коронованные Я так понимаю Что они общаются Между собой С различными Там странами Ну вы поняли Да Так же как и Какая-то еда Попробую что-то новое Интересное Я только путешествовала Так я всегда думаю Так что По-дорогому Это Супчик вкусный Какой-нибудь там Креветки Лосось Так же И закуска Салмон Креветки Омары Так что вот Так же и на горячее Если есть лобстер Я хочу лобстер Или Салмон Потом я хочу Тирамису И кофе Лоте Может быть там В этих меню Было такое же Что-то шикардозное Что-то мне понравилось А если бы Мне оно не понравилось Поэтому Когда есть возможность Знаете Заказываешь Все меню Тебе все несут Ты все это пробуешь И понимаешь А вот это Мне не нравится А вот это Мне понравилось Но чтобы Это сделать Нужны деньги Понимаете Деньги Вот это все Останется Кому-то нужно Ну То есть Ты понимаешь Как-то вот так Я хочу Ну, если долеваю, там, Дима, посмотрите в моем документе, если меня долеваю, это собственность на эту половину, конечно, спрашивать у собственников второй половины, я с ним вообще не общаюсь. И, конечно, он вряд ли согласится, я с ним и не общаюсь, и спрашивать я не буду, это вообще все исключено, так что вы понимаете, да? Но расстраиваться тоже не будем, то есть, если какая-то такая вообще ситуация, ну, паспорт мне нужно поменять. Если что, здесь пропишу в моей квартире, так же как у вас, так и у вашего брата. Как вы сказали, это уже, может быть, ты какое-то жилье купи и так далее, то есть, ну, может, вопрос как-то уже там решится, и вот это вот. Потому что здесь, в принципе, проблем нет. То есть, я собственник, и вообще у меня это прописка, открываешь паспорт, здесь прописано, в общем, как-то вот это. Это к чему я тоже хотела сказать, в защиту этих мигрантов. Ну, это не здесь сказано, а в защиту вот это, то, что я посмотрела, когда с вами, Дима, с вами ездили. В защиту этих людей. Я просто люблю этих людей в восточной внешности. Так что вот, два раза мы с вами съездили, один раз это были там, где постоянно прописываются, там были такие русские люди, где постоянно прописывают. Там это окошечко, ну, что же у них такая там душегубка внутри, не проветривается, ничего там, вот эти люди часами стоят в этой душегубке у них. Это вообще непорядок, я считаю. Условия должны быть созданы, если там часами люди у них стоят. А во втором месте, где просто прописываются временно, там были вообще в основном восточные мужчины и женщины, в основном мужчины. Так там вообще нужно, как там, в списках отмечаются, список, целую неделю нужно каждый день ездить отмечаться. Так что вот, потом стоять, вот эту очередь стоять. А представляете, погода минус 15, это вот каждый день ездить отмечаться. Потом столько, вот столько, то есть какой-то там вообще, то есть, знаете, какой-то совдеп, я даже не поняла, я просто давно не видела как-то, я не сталкиваюсь, слава богу, вот это вот. Поэтому не надо, знаете, можно так с позиции миллиардера, я вот так, я такая, там вот это, а с позиции, конечно, каким людей, как он там, понимаете, там нужно прописаться в такой-то срок, если нет, то там штрафы. И вообще, то есть, понимаете, такая вот эта какая-то нагрузка и так далее, и вообще какая-то обремениловка, вот этот список, каждый день отмечаться, я считаю, что это непорядок. Должно быть как-то, как они говорят, вот это вот, на госуслугах, все можно сделать на госуслугах, не выходя никуда, тем более этот коронавирус. Так что вот, что это за фигня, отмечаться там каждый день, все должно быть просто, нажал клик, вот там госуслуги, там как-то вот это все оформил, а не отмечаться каждый день, там это толпа, часами стоять. Я считаю, что человек не может это каждый день отмечаться, часами стоять, не думают вообще вот это вот. А такие милые люди, такие там восточные мужчины были, ах, какие симпатичные, там парень был симпатичный. Просто вот это вот, ну да, вы может быть к ним относитесь как-то не очень, а я их увидела, думаю, боже мой. Я вообще люблю, знаете, такой, они же были все такой, знаете, восточной внешности, вот, так что вот. А я такой, я просто чисто внешне как-то вот, я к ним очень доброжелательно отношусь. Я считаю, что я высказываю свое мнение, как претендующий. А, я же собираюсь быть мэром, мэром Санкт-Петербурга, так что вот. Я уже посмотрела, что там непорядок, короче, порядок нужно навести. Так что не надо вот это все, это по Ютубу говорить, это все быстро, рекламные ролики давать, вот этот один клик, вы там все сделаете. Там люди вообще вот это вот, я же еще лишь объяснила. Так что вот. И там стоял такой вопрос, можно ли там вот это госуслуги, клик, оказалось, что нельзя. Получалось, их как-то прижимают, можно такое сказать, или скажут, что что-нибудь такое, а что, пусть нам будет порядок. Я высказываю свою точку зрения, понимаете, я посмотрела, я лично посмотрела. Дима туда каждый день ездил, понимаете, я хотела его прописать, а потом вот так вот получилось. Такой вот такой, Диме вот такой облом с моим паспортом, я вообще была просто уверена 100%. Эта женщина, которая мне дала, когда она мне дала обратно этот паспорт, я вообще просто офигела. Вообще вот это, я просто офигела. Я думала, она там все это сделает, пропишет, и вообще у меня даже ни те, ни сомнений не было. Ну понимаете, это вот это, целую неделю будешь отмечаться, вот это, отстоишь, а там же куча бумажек надо. Подойдешь к этому окошечку, будешь отмечаться, по спискам подойдешь, а потом она тебе может сказать, а фигак, у тебя какой-то справки нету, дайте документы, понимаете, там же все, какие-то справочки, какие-то документы, что-то там, то есть там же целый пакет документов нужен. Потом она может сказать, что у вас чего-то не хватает, отфутболить, и что потом опять в неделю отмечаться, вот это вот. А если люди живут где-нибудь за Агром, где-то в другом районе, каждый день ездить, например, 2 часа туда, 2 часа обратно, а человеку нужно зарабатывать деньги на жизнь, или он работает, а он не может, если он ездит, понимаете, он и приехал сюда, чтобы как-то зарабатывать деньги, более-менее лучше жить. А людям нужно думать. Так что не надо вот это думать, что вы тут живете в Санкт-Петербурге, может быть, родились в Ленинграде. Вы же не хотели, поедете куда-нибудь к ним туда, какие-то их вот эти вот города, где откуда они. Вы же не хотите, чтобы на вас показывали пальцем, и вас как-то вот это вот ущемляли какие-то ваши права. Поэтому нужно нормально относиться, нормально. Если есть закон, если вот это вот по закону, то должен быть порядок, я так считаю. А потом вот посмотрите, у нас дворниками работают все восточные мужчины. Ах, какой этот восточный мужчина. Я вот тут как-то видела, такой цветет вообще весь это, по морозу ходит, такой прям вот это дышит воздухом. Ну вот к нашему подъезду он такой, там еще второй, а второй вот это делся, не знаю, куда второй это делся. Так что вот, такие два были восточных, как-то к нашему подъезду или к нашим тут этим подъездам. Так что вот, у нас постоянная чистота. У нас вообще стал дом просто как это, расстраиванные колонны на Волховском. Я тут, знаете, иногда так бывает 5 дней, 10 дней не выхожу. Ну вот так вот, знаете, бывает у меня. Дома, на что куплю продукты, понимаете, там за интернет заплачу, за телефон куплю продукты и дома. Я занимаюсь творчеством. Я за вот эти вот год, год и три месяца, может быть, 50 раз вообще выходила из дома по делу. И все. Я просто так туда не хожу. Но, в связи с тем, что иногда приходится вот это, я обратила внимание, очень внимательно, что у нас чистые подъезды, что у нас всегда вымыт пол, у нас всегда чистота вообще около лифта. У нас раньше такой чистоты никогда не было, здесь живу 30 лет. Около мусоропровода чистота, на первом этаже чистота, никакой грязи, никакого вот этого натоптанного нет. Порядок. Понимаете? Подъезд отремонтировали, все этажи покрасили, понимаете, евроремонт, двери новые на первом этаже все. Ящики новые, чистота в подъезде. Просто стал элитный дом. Просто стал элитный дом. Только плати, конечно. Ну, смотрите мои там другие видео. Я просто вам перечисляю положительные моменты. Просто кто убирается, кто наводит чистоту? Дворники, понимаете? Вы представляете, если из 16 этажей этого мужчине вымыть все 16 этажей, около мусорника, около лифта и вообще в лифте, как не выйдешь, у него каждый день там, как там с хлором и лифт вымыт, и первый этаж вымыт. Это, понимаете, это какая работа, а зима, дорожки очистить, снег очистить, с мусором, это тяжелейшая работа, это работают восточные люди. Вы не забывайте об этом, граждане Санкт-Петербурга, которые проживают в Санкт-Петербурге. Вы же не хотите эти дворниками работать? Я не говорю, что там вот это, я просто вам вот акцентирую, я просто не знаю, я просто вам такие примеры приложу, то, что я из того, что я вот вижу, конкретные. Не просто я что-то такое придумала, вот это. Я просто говорю, что тяжелый труд, тяжелая работа, чистить дороги, скалывать лед, зимой все это чистить. Да и летом в жару тоже чистота, у нас идеальный порядок, около дома, вот это, приусадебная территория, с той стороны, абсолютная чистота. Так что вот, так что не надо относиться, знаете, показывать пальцем, кто-то там понимает, это нехорошо, нехорошо. И вообще, я считаю, что такие, знаете, восточные, они более дружелюбные, если им как-то улыбаться, они более какие-то открытые, они, понимаете, с южных краев, там много солнца. Они, знаете, такие вот, более какие-то вот эти вот, мы такие с севера, а они солнца, к ним просто, знаете, они немножко такие закрытые, поскольку они привыкли к чему-то, что к ним не очень хорошо относятся, поэтому они как-то, знаете, закрываются. Вот, я так понимаю, чтобы их не обижали, потому что мало ли кто там, что пройдет и кто что скажет. Это не значит, что я там за кого-то, за них, я просто вам реальную ситуацию описываю, реальную, я не знаю, я просто вот конкретно, вот там я посмотрела, высказываю мое субъективное мнение. И здесь, по подъезду, по вот этим, вот этой, я просто вам конкретно рассказываю. Я не видела ни одного русского дворника, здесь вот у нас, был там восточный мужчина. Когда-то, сколько тогда, вот лет назад он мне помог, с кошками помог там эту штуку открыть. Откройте, говорю, там кошка, вот этот котенок вот этот, такой тоже восточный был, с третьего подъезда. И не просто был, такой очень умудренный, я с ним пофилософствовала даже. Он мне говорит, да, сейчас вот старцы говорят, карма, карма, вот это быстро возвращается, что такое, он не просто, он был вообще, то есть вы понимаете, да, с ним, пока шла вот туда вот, чтобы он мне там это открыл, чтобы котенок, котенку там не закрывали, этот подвал, потому что это было много лет назад. Ну немного, сколько здесь, шесть лет, восемь назад, наверное. Я к чему хочу сказать, что люди все разные. Поэтому, знаете, как говорят, когда вы на кого-то показываете пальцем, сука, тут три остальные, три остальные показывают на вас. Это не то, что я хочу сказать, чтобы они там как-то ехали, или вот это что-то там, вот это, я просто констатирую факт. Понимаете, если вы меня спросите, а что там делать, там еще что-то, я понятия не имею, я просто вам сказала по фактам, потому что я вот это видео, то, что я вижу, по нашему вообще подъезду, по нашему дому, вот это вот, я просто сконстатировала факт. Так что вот, Федора Салмановна, ближе к этой, к богатству в моих руках, вообще, вот это у нас анонс вообще был, богатство в моих руках, это книжка. Просто, понимаете, сейчас будем читать «Богатство в моих руках», ох, там эти ангелы, там миллиардеры, там что-то такое, аффирмации, понимаете. Некоторым кажутся, как-то все это далеко, где миллиардеры, где Луиза Хей, где аффирмации, где там что-то там вот это. Но людей более конкретно, понимаете, чтобы они вышли, чтобы чистота была, чтобы чистый был подъезд, если имеется в виду, вот выходит, понимаете. Чтобы выйти на улицу, погулять, чтобы чистота была вокруг, чтобы сходить в магазин, чтобы не скользко было зимой, более конкретно, конкретно. Человек может сказать, ну да, ой, да, миллиардеры, хорошо, конечно, иметь там эти лимузины, это великолепно. А если зима, вот минус 15, наледь, наледь, вот очищена дорожка хорошо к магазину или нет? Людей старшего возраста, думаю, да и молодых интересует. Это относится, в первую очередь, как к здоровью. А здоровье, как мы с вами уже поняли, это самое основное и главное. Чтобы человек дошел до магазина, обратно с сумками нормально, чтобы не надо было каждую секунду смотреть под ноги зимой. Чтобы чистый подъезд, чтобы там ничего не валялось, чтобы чистота, безопасность была, комфорт. Так что вот, хотя бы на каком-то таком уровне вот этого, понимаете. И так же какие-то госуслуги, так же как-то оформить паспорт, оформить какие-то документы, чтобы это было быстро, без очередей. Чтобы не надо было вот это вот, понимаете. Это какие-то такие более вот эти какие-то простые, знаете, такие жизненные вопросы. Так что вот, ой, сейчас я лампочку вкручу, знаете, свет уже, понимаете, уже, так скажем, что тут у нас. Так, в общем, что? Интернетик. Ну что, давайте Наталью Борисовну послушаем. Но в общем, это вот согласитесь, все равно какой-то вот радости сумма это не приносит. То есть, допустим, даже, ну вот мы женщины, мы все понимаем, что мы любим, конечно, красивые вещи, какие-то красивые украшения. Но согласитесь, часто бывает, что ты в момент покупки испытываешь большую радость, чем потом, когда эта вещь вести у тебя в шкафу. Есть такой момент, да, в согласии, что вроде бы ты ее покупал, ты думал, вот как будет круто, я буду такой красивый, я буду ходить в этой вещи. Но куда-то эта радость исчезает. И самое интересное, что даже если вы купили машину, уже через неделю, в принципе, как вы чувствуете себя, так же, как и до покупки машины. Согласитесь, то есть радость, она как-то быстро изучивается. Вещи висят в шкафу, машина вроде как есть, но есть и есть, да. Про результаты употребления алкоголя и прочих возбуждающих средств я вообще молчу, потому что чем больше человек пьет, естественно, он хуже себя чувствует. И как бы радости жизни у него от этого не прибавляется, да. А когда человек использует вообще какие-то средства запрещенные, скажем так, к сожалению, это у нашей молодежи очень касается, к сожалению, да. Ну, радости от этого все равно больше не приходят. И даже, знаете, что еще, друзья, я сталкиваюсь с тем в своей практике, что люди, когда достигают, допустим, каких-то больших целей, да, вот у них была прописана цель, о чем он все время говорит. И вот они достигли большой цели, и все равно они говорят, а вот ощущение даже какой-то опустошенности, даже какое-то разочарование. Бывает такое, вот скажите, да, даже если могу вам просто такой пример привести, часто женщины ко мне обращаются и говорят, что Наталья, вот у нас была цель, допустим, выйти замуж, да, вот я там или многие женщины, которые ко мне обращаются, они говорят так, я думала, я вот выйду замуж, и вот умрай, вот оно счастье. А радости почему-то, как не было, так и нет, более того, присоединяются еще больше и больше обязанностей, за ними какие-то разочарования, а в момент, когда появляются дети, они прекрасно понимают, что еще больше ответственности, недосыпания, и, в общем, как-то радости как-то и нет. То есть, женщины, например, вообще, в основном, женщины испытывают ощущение ловеной лошади, да, ну, или белки в колесе, которая бегает, бегает, бегает. Вопрос сегодняшнего дня, где же брать радость? Ах, где же брать радость? Да, и где брать именем для защиты? А, что все это сделают? Очень ясно, 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 ясно. Если бы, пожалуйста, расцветали, нахерите, 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 пожалуйста, поднимите. Ах, хотелось, Алмана, еще тут кровать не застелила. Ох, красота! Надо, конечно, застелить кровать. Ну, Татьяна Салмановна по-королевски. Ох, ну да, по-королевски. Ох, я такая. Суперская красотка. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту. Что за звуки? Что за запах гари? Кто тут вообще вот это вот, какой-то фигней вот это вот? Почему пахнет здесь бензином? Я вообще не поняла. Все здесь пахнет бензином. Скажите, Татьяна Салмановна, почему здесь пахнет бензином? Там, наверное, убирают. Снег убирают. Ох, зима. Санкт-Петербург. Зима. 2021. Ох, это трактор. Там трактор. Ох, какой трактор есть у Арвова. Ох, этот Арвов. Велосипедики, обратите внимание, сколько там велосипедиков поставлено. Ох, это, наверное, с зимними шинами. Велосипедик с зимними шинами. Вообще, как люблю смотреть, когда люди гуляют за ручку вдвоем. Обратите внимание, пара идет гулять. Наверное, их я видела на днях, тоже они гуляли. Понимаете, пенсионеры, обратите внимание, я просто вообще восхищаюсь. Если вы на пенсии со своей подругой, женой, вот так вот за ручку. Ох, это вообще. У Татьяны Салмановны просто сердце радует вообще за таких людей. Такой Татьяна Салмановна видела только в Америке. Так что вот, только в Америке. Вообще закаляюсь. Ох, закаляюсь. Минус 16 градусов. Показывает Яндекс. Ох, красота. Просто красота. Ну что здесь убирают? Убирают снег. Такая суперзвезда. Ах, эти чакры. Ах, эти чакры. Ах, такая. Такая суперказмическая. Такая суперказмическая фея. Ах, нужно, наверное, пройтись. Ах, ну да. Можно сюда врать еще. Ах, да. Ах, эротическая ходьба. Вот, эти мужчины, они идут уже с уборочкой. Обратите внимание, с лопатами. Эти люди, они идут. Около 160 тысяч человек не просыпаются утром. Ребята, у нас уже есть за что благодарить. Понимаете, мы просыпаемся утром, у нас уже есть за что быть благодарными Творцу, я не знаю, Вселенной, самим себе за то, что мы хотя бы проснулись. Слава Богу, да. За то, что у нас есть, конечно, с головой. За то, что мы слышим. За то, что мы видим. За то, что мы можем выпить воды. За то, что мы можем встать. Друзья, очень давно я читала, ну и сейчас, конечно, продолжаю пересчитываю книги Джона Кеха, который писал, что когда ты ешь хлеб, благодари за то количество вот этих крошечек хлебных, которые там есть. И тогда ты будешь есть икру с этим хлебом. Представляете, какая мудрая мысль. Если ты благодаришь просто за хлеб, в итоге ты будешь благодарить за то, что ты кушаешь хлеб с икрой. Я как бы вот оттолкнулась от этой идеи, да, и я стала благодарить за все. Да, я благодарю за жизнь, я благодарю за Бог. Я благодарю за то, что я дышу. Понимаете, я благодарю за то, что я живу. Друзья, поэтому за то, что мы видим море и горы, за за то, что мы можем жить. Поэтому вот эта благодарность, друзья, это золотой ключ. Вслед за благодарностью идет радость. Сто процентов. Сто процентов, друзья. Номер два. Номер два. Очень важный момент хочу с вами обсудить. Мы все состоим с вами из энергии. Из энергии. Китайцы называют энергию Ци. Индусы называют ее Прана. Наши предки славяне называли ее Жива. Жива. То есть жизнь. Энергия жизни. И вот эту жизнь нам нужно с вами поддерживать, расширять. Такая оргазмическая. Знаете, как вы видите, я не открою сейчас для вас Америку, но я хочу подчеркнуть. Такая оргазмическая красотка. Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Америку сейчас к блинчикам. Сейчас еще блинчики будем жарить. А, с вами пошепчемся. В этом видео рассказать вам очень интересную тему. Так, хорошо, пошепчемся. Еще блинчики сейчас с тем Салмана. Это видео она будет загружать. Это будет вторая часть. Блинчики. И что-нибудь из Шикардоза. Посмотрим, что они такое из Шикардоза. По Яндексу. Вот этим Салманы любят. Ах, в жизни этих миллиардеров. Ах, в жизни этих миллиардеров. Ох, такая суперская красотка. Такая просто арказмическая. Ах, это школа очарования. Самое главное, что? Правильно выставить свет. Может быть, еще самое главное, поговорить с видеокамерой. В общем, как-то поговорить. Энергия. Да, энергия поговорить. Правильно я сказала, поговорить. Уговорить. Поговорить. Я просто надеюсь, что она записывает мое видео. Представляете, я отвечаю в час. Час и сколько там? Десять минут за снимаю мое видео. Десять минут за снимаю. Всё. Согласен. Всё. Да. Всё. 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 Ну что, Яндекс, Яндекс открывается. Яндекс открывается, делается только красиво. Красиво, правда, вот я так сделала, поставила, чтобы красивенько было. Пейзажи, такие пейзажи были, на компьютер сразу, чтобы красивый пейзаж. Красивый пейзаж. Не знаю, вот бутылка вина, у меня то, что вина, принимаю такое вино. О, да. Что, открывается у меня Яндекс или что у меня с Яндексом? Красивый пейзаж. Красивый пейзаж. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...